Пластик налево, бумага направо. В Махачкале активно начали ставить первые на Кавказе контейнеры для раздельного сбора мусора. Насколько необходима махачкалинцам подобная система сортировки, готовы ли они следовать правилам, узнавала наш корреспондент Карина Баталова. Ей слово. Шариковая ручка, туалетная бумага и стекловата. Эти привычные нам предметы когда-то были мусором. Но сознательная активность граждан и прогресс творят чудеса. Теперь махачкалинцам предлагают встать на шаг ближе к европейским стандартам жизни. Отбросы не только необходимо донести до контейнеров, но еще и сортировать. Здравствуйте. Вы в отдельный пакет ставите? Да, это бумага. Это бумага? Да. Собираем отдельно, да. Раз для нас такие удобства создали, почему бы не поддержать? Хорошо. Это очень хорошо, видите, как частенько, приятно. Еще в конце позапрошлого года президент России подписал закон, закрепляющий в нашей стране раздельный сбор твердых бытовых отходов. В администрации Ленинского района подсуетились. Теперь в Махачкале 14 подобных площадок. Если будем делить сами этот мусор изначально в своих квартирах и раздельно будем складировать, это позволит, я думаю, для регионального оператора снизить цену для сбора и транспортировки мусора. Потому что, когда мы изучаем опыт европейских государств, они именно этим и стимулируют людей, чтобы они раздельно собирали мусор. Это удешевляет, в принципе, само собирание и транспортирование мусора. Вторичной переработкой сейчас занимается частная компания. В будущем в администрации надеются на 8 мусороперерабатывающих заводов, строительство которых предусмотрено Министерством природы и экологии Дагестана по целевой программе. Судить о том, насколько жители близлежащих домов придерживаются правил, очень легко. Достаточно посмотреть в контейнер. Вот здесь, например, должен быть лишь пластик. Смотрим. Действительно, в основном находится пластик. 70% пластиковые бутылки, пакеты и все остальное. Думаю, махачкалинцы уже готовы к подобной инициативе. И все же инициатива с разделением мусора поддерживается не всеми. Негодование горожан вполне объяснимо, ведь найти в Махачкале обычную мусорку сродни прохождению квеста. Приходится ориентироваться по запаху да пакетам, а тут еще и разделять просят. Как мне кажется, новые мусорки, конечно, хорошая инициатива, но в то же время дагестанское общество еще не готово к разделению мусора на группы. Вот как я, хотел выбросить мусорку, не знал, куда иной выбрать, потому что я в первый раз это делал, меня никто этому не учил. Потому что до этого я бросил все просто в общее ведро. А если в школе будут подобные уроки, которые покажут, как это делать? С удовольствием научусь. Как вам подобные контейнеры? Очень удобно, очень хорошо. А вы согласны и в будущем дальше? Конечно, конечно. Вообще очень удобно. В администрации намерены идти дальше и открыть целое производство по созданию этих контейнеров в Махачкале. Ну а насколько подобные действия помогут решить наболевшую для столицы мусорную проблему, покажет время. Карина Баталова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, новости 24, Махачкала.